Казахстан Как Георгий уже говорил, ситуация в Казахстане во многом похожа на ситуацию в Кыргызстане. Точно так же мы имеем риторику Назарбаева, которая отстаивает текущую ситуацию и не видит проблемы между тем, что две части общества могут не находить между собой общего языка. И точно так же есть национально-патриотическая риторика, которая просто-напросто предлагает, грубо говоря, лишить тех, кто пользуется русским языком, право к работе в уличной сфере. То есть, если в Казахстане в средстве разрушения плановой экономики нарушилась связь между деревней и между городами, в результате этого усилились процессы внутренней миграции. И те, кто приезжают из-за улового города, они, как правило, не могут найти общего языка с городскими жителями, которых, как правило, по историческим причинам языком общения принят русский язык, которого они просто не знают. Если Назарбаев закрывает глаза на эту проблему, то у нас снова патриоты говорят, давайте уволим всех учителей, всех работников линии поддержки, всех операторов, медиков и так далее, которые не владеют казахским языком. Либо принудим их изучать его, то есть вне рабочего времени, за дополнительную плату и так далее. Но на самом деле важно то, что обе данные поведки имеют в своей основе общую неолиберальную политику в экономике. То есть, если ситуация в Казахстане текущая является следствием проведения неолиберальной политики Назарбаева на протяжении уже 20 лет, когда произошла практически полная коммерциализация образования, опять же была нарушена связь между деревней и городами, то Назарбаев предлагает еще более радикальную неолиберальную повестку, предлагает просто сокращать рабочие места. И важно показать то, что проблема во многом лежит в сфере образования. То есть, если в своей семье дети, как правило, обучаются тому языку, на котором говорят их родители, и он становится их родным языком, то в школе они, в принципе, могут получить знание второго языка, которая, в принципе, ситуация могла бы разрешить проблему между тем, что две части общества не могут найти между собой общего языка сейчас. Но в условиях, когда в Казахстане сейчас здания детских садов являются коттеджами чиновников, а вся система образования полностью контролируется сверху из кабинетов Нур-Отана, никакой демократии в образовании нет, никакого развития методик качественных изучения казахского языка, изучения русского языка в казахских школах нет. Программа изучения языков в Казахстане полностью механизирована, нельзя. То есть она фактически представляет собой заучивание пары слов и заучивание текстов наизусть без какого-либо их понимания. А, к примеру, система единого национального тестирования, которая используется в Казахстане, которая аналогична ЕГЭ в России, в вопросах языков там просто происходит заучивание ответов к вопросам. И, к правилам, просто даже не имеют никакого отношения к языкам, к пониманию языка и не свидетельствуют правильное основание их о знании языка. Просто имеют отношение к истории Казахстана древней, там, грубо говоря, доходило до того, что там сколько зубов у лошади Аблайхана. Вот. И единственным решением данной проблемы, которую мы видим, это демократизм в национальном вопросе и качественное бесплатное образование. Но, опять же, достичь качественного бесплатного образования в текущей экономике просто-напросто невозможно. Тогда, когда сокращается социальный бюджет. Поэтому, для того, чтобы учителя вели качественное обучение в школах, потому что их само некачественное образование, оно уже является следствием текущего экономического обложения, текущей работы образовательной системы, необходимо финансирование образовательной системы из бюджета. Это только возможно за счет национализации всех крупных предприятий, ключевых отраслей экономики, и банковской системы под рабочим контролем и управлением. И без расширения бюджета все это является просто пустым погулизмом. Поэтому мы выступаем за изменение радикального экономического положения в стране, то есть за национализацию ключевых отраслей экономики, за демократический контроль над бюджетами, за финансирование системы образования, системы здравоохранения и так далее за счет государственного бюджета. И таким образом за достижение полного демократизма в национальном вопросе и за создание условий, в которых в школах будет преподавание на всех местных языках. При этом качественное и бесплатное. Так как, к примеру, сегодня в Казахстане уже полностью коммерциализировано высшее образование. То есть если в России еще есть бюджетные места, то в Казахстане есть только такая система благотворительности под названием грантовая система. Только для очень малого процента учащихся позволено получить бесплатное образование. И с 2013 года, к примеру, в Казахстане уже в 4 миллиона планируется ввести платное среднее образование. И это проводится пока что только в рамках как бы тестирования. Но опять же, тоже ЕНТ, тоже Единое национальное тестирование, когда-то оно вводилось в качестве эксперимента, но в скором времени стала общая ситуация по всему Казахстану. Так что в скором времени образование в Казахстане станет полностью платным. И, насколько мне известно, я приезду сюда и изучал ситуацию в Кыргызстане, смотрел в интернете. Насколько я помню, у вас уже с 2060 года поднимается вопрос о том, чтобы фактически на официальном уровне коммерциализировать среднее образование. Ведь оно уже у вас так практически коммерциализировано, только все это не закреплено в законах соответствующих. Вот в этой ситуации, мне кажется, что наиболее правильной политикой для левых в Казахстане, для штаба в том числе, будет начало кампании за бесплатное образование и за демократизм в национальном вопросе. То есть, на мой взгляд, это единственный способ решить текущую ситуацию. И еще я хотел по поводу русской культуры замечание сделать, потому что, мне кажется, что это не совсем правильная с марсивской точки зрения постановка вопроса, потому что никакой национальной культуры в принципе не существует. Существует национальная культура буржуазии, существует национальная культура рабочего класса и других угнетенных. То есть, если, когда мы говорим о том, что русский язык в крыгайском обществе находится в очереденном положении, то в первую очередь задача левых задача в том, чтобы объяснить, что никакой национальной культуры как таковой не существует. Есть национальная культура буржуазии, ТРПЦ и так далее, и прочее мракобесие. Есть национальная культура рабочего класса, это те же тексты Ленина, тексты Троцкого, те же Пуссера и так далее, которые между собой ничего общего не имеют и нужно призывать связи на основе интернационалистских позиций с рабочим классом в России, который также ведет борьбу за свое освобождение, но против какой-либо империалистической политики и так далее. И еще вот Гамалу хотел сделать по поводу его текста, у него упоминается местами, что ситуация в первую очередь такая сложилась в Колькстане за счет определенной политики чиновников, но собственно задача в том, чтобы заменить этих чиновников, заменить существующую экономическую политическую систему системой демократического планирования, то есть социалистической системой, и таким образом утвердить полное равноправие культурным, равноправие языков. За счет контроля всего населения за всей политикой, без чиновников, которые назначаются крупным бизнесом. Спасибо, Сергей, у меня еще есть вопрос по поводу такой довольно программной, по поводу дополнительного языкового образования для взрослых. Какое ваше видение, то есть не по поводу среднего, тут все понятно. Ну, риторика Назарбаев в этом вопросе такая, примерно как у вас в Колькстане, что взрослых учить не нужно, они сами, эти поколения сами умрут, и в следующем поколении уже все выучат. На самом деле это позиция не содержит никакого демократизма, если человек хочет изучить язык, то он должен иметь возможность изучить его, а так или иначе такой спрос в определенной мере есть в обществе, Поэтому необходимо создать такие условия, в которых работники предприятий, которые сейчас работают по 8-12 часов, чтобы они не были вынуждены записываться на какие-то платные курсы, посвящать этому свое дополнительное время после 12-часового рабочего дня, и чтобы для них были созданы условия, в которых они могут изучать язык без отрыва от работы, чтобы выделялось время в течение рабочего дня, и чтобы это время, соответственно, не являлось неоплачиваемым, чтобы оно полностью оплачивалось. Спасибо.